всем привет с вами матмет мы будем играть в epic inventor кто-то его сравнивает с террарией мне кажется нихера они не похожи короче назвал я того кто справа паренька крутой робота пацан и мы приступаем к игре не знаю попытаюсь из этой игры выжить все что можно вроде интересная игра я немножко поиграл сейчас вы сами все увидите так давай же создаваясь и все вот здесь сразу туториал то есть я его пролистываю если хотите посмотрите сами вот мы играем вот этим вот чувачком робот у нас помощника итак поехали на я собираем ресурсы также на я садимся в робота батарея у него постоянно садится чтобы она не садилась его можно вырубать поехали так собираемся что видим нам ничего я думаю не повредит попытаясь побыстрее скопить ресурсы для того чтобы уже хоть что-то построить на нашей великолепной базе собираем все что мы видим для начала я думаю нам все пригодится вот мы видим наш первый камень бывают такие вот мобы злые которые притворяются камнем поэтому лучше напасть на него сразу самим нет это оказался обычный камень собираем дерево она очень полезно и на первых во всяком случае этапах игры можно больше дерево нужно собрать собираем побольше и кустиков побольше а блин не успел по сути где-то не знаю я поиграл сейчас в эту игру наверное одного просто вот наш первый враг нажимаем нажимаем робота с ним драться а сами подписывать будем палкой вот и все расправились из него по моему вылетели какие-то там сундук блин я хер его знает как открыть потом разберусь сколько у нас всего цветочек есть на буковку и кстати вызывается меню вот это вот тут крафт происходит оружие броня другая всякая фигня это для человечка которым мы играем вот здесь вот батареи всякая херили робота ок нам идет враг придется с ним разобраться ты же блин черт надо было робота вызвать потеряли немного жизни так и вот здесь вот черт еще один враг сейчас с ними крутой разберется пацан были нас все равно за дело так и вот здесь вот значит это в основном для нашего домика всякие сооружения оборонительные электроснабжение всякая херня вот принципе тут очень большой крафтинг много возможностей это игра достойна внимания очень очень интересно и главное то то что были но я не считаю что она там сильно длинная мне кажется один два дня просто можно мне поиграть и положить на нее хер во всяком случае я в нее пару часов играл мне не надоело собирать эти ресурсы строить всякую фигню новую то есть достаточно интересно так вот с этого вот льва выпадает то что увидите над ним когда он умирает это те ресурсы которые выпадают с этого существа вот и они у нас оказываются в инвентаре после смерти врага так и дал не знаю для чего нужен мы его возьмем может тупо для вида для деревушки которые мы будем строить в отличие от террарии тут не надо заморачиваться по поводу постройки домика и так далее тут в принципе с этим намного все проще мы строим грубо говоря механизм вот вскоре я думаю вы сами все увидите он змея ползет робот сейчас не разберется пока я тут собираю вещи готова так вот наша первая медь как я понимаю она нам явно тоже пригодится так сейчас немножко еще на собираем ресурсов сделаем наши первые вещи после чего можно смело отправляться в шахты где монстры чуть более сильные в подземном мире ну там зато есть много много ресурсов и нечего бояться нам достаточно будет для начала даже бумеранга деревянного я прям собираюсь собирая эти ресурсы не могла остановиться после каждого мир постоянно как я понимаю обновляется блин и ресурсы в хаотичном порядке разбрасываются по всей карте сколько мы уже насобирали дерево дерево 52 я думаю в принципе этого достаточно камней 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 28 так что сейчас мы собираем то что мы видим садимся нашего робота и смело едем домой блин что что надел поехали ох ты ж не помню что с нее выпадает но я думаю то что нам это пригодится и отправляем робота на ох ты ж блин она расправилась нашим роботом так придется сматываться при смерти у нас только экспириенс теряется поэтому в принципе можно не бояться умирать но все равно экспириенс как бы тоже его собирать как бы муторно долго и поэтому лучше не подыхать робот короче при ах ты ж блин один хелл остался ох что ж такое вот так вот да мы с трудом убиваем даже свинью когда робота атакуют у него теряется заряд батареи быстрее чем при обычной деятельности вот как я вам говорил притворился камнем с ученых сейчас они как я понимаю придут к нам поэтому в боевую да и вот нас убили как вы видите все полностью исчезло враги тоже исчезли а экспириенс можно забрать вот и мы получили второй левел у нас атак бонус увеличился и жизни так все начинаем крафтинг так крафтинг заключается в том то что короче смотрите и делайте как я для начала нам нужно вот это вот рабочий стол этот верстак как во всех других играх две штучки вот этой херни дерево блока деревянного нам достаточно для того чтобы его сделать так все верстак у нас есть затем нужно разобраться что мы хотим делать дальше то есть возможностей крафтинга в игре много не знаю я предпочитаю для начала сделать себе бумеранг и сделать модернизировать нашего робота так для этого очки по моему бесполезная вещь в принципе можно и сделать вот силер blade для начала можно сделать просто обычный stone blade так ставим наш верстак он делается некоторое время это займет минуту так создаем для начала один блок дальше бумеранг так вот items weapons и делаем бумеранг где он там находится можно ему конечно сделать деревянные доспехи но я не знаю лучше чем ничего написано мне кажется нахер они нужны так короче где этот бумеранг а вот weapons вот убираем вот эти вкладки так вот здесь есть рогатка нам нужен обычный можно кстати вот эту вещь вещь сделать тоже очень хорошая в принципе на первых этапах игры клинок ну мы сделаем бумеранг который 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 так это что палка с которой мы начинаем вот он это всего лишь нам нужно одно только деревянную один деревянный блок так ставим мы сюда палку можно закинуть вообще ненужные все вещи кидаются вот сюда конвертируется в experience вот видите так бекон затем 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 так верстак у нас есть теперь модернизируем нашего робота можно сделать ему доспехи деревянные для начала вот так вот три только до сделали этого достаточно как раз для доспехов робота вызываем робота надеваем на него доспехи конечно он по уродски выглядит с ними но зато он более броневой и создаем роботу нашему клинок вот так и получаем третий уровень сразу же так вызываем опять робота ставим ему клинок теперь он будет всех пырять и резать затем 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 так затем нам нужно сделать печку это тоже неотъемлемая часть в этой игре делается она я уже забыл где она делается по-моему здесь вот это вот позволяет нам расширять место на котором мы можем строить наши ставить точнее наши верстаки печи и так далее вот эти заборы так вот видите сколько тут крафтинга для него для печки нужно 22 камня вот как раз мы их и получаем из 10 два блока камня из 10 камней которые мы собрали и и делаем печки она вот кривейт тоже очень полезная вещь так ну как вы видите у нас пока 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 ни хрена больше нету нужно нам насобирать желательно железо камней для его батареи синих там красных так это пропеллер ему делает можно создать пропеллер но это нужно еще опять подкопить материала также нужно серебро для пропеллера и что я предлагаю я предлагаю вам отправиться опять собирать собирать ресурсы на этот раз в пещеры так для того чтобы монстры нам ничего не сломали пока у нас не будет дома так как у нас нет обороны забираем назад верстак и двигаемся в пещеры вызываем робота и поехали в пещеры по пути в принципе можно собрать немножко дерево потому что она нам пригодится камни дерево нам пока нужно на этих этапах игры так сундук я не знаю реально как открыть и ума сэмки autos короче сломать или чё надо его потом разберусь сундуки тоже так же как ресурсы появляются хаотичном порядке вот видите мы уже с ним на пару справляемся быстрее с монстрами намного быстрей бумеранг бумеранг плюс его защиты его атака и защита позволяет нам намного быстрее с ними расправляться так теперь правляем его атаковать улитку она пятого уровня вот мы с ней расправились батарея у него на исходе поэтому пока его выключим пусть он копит силы а мы пока начнем шарится здесь по пещерам как вы видите бумеранг пролетает сквозь стены что тоже нам на руку в принципе но при этом так вот вот синий камень мы уже нашли вот это медь но при этом монстры которые нас атакуют они также стреляет сквозь стены так что это и плюс и минус в этой игре в принципе достаточно интересным делает геймплей и батя херни вообще несу видеть его на жизни принципе отнял немало придется подлечиться немножко так выбираем бумеранг и направляемся дальше по карте он змейка с ней тоже можно расправиться таким вот способом и с нее выпадают зубы так вот мы спускаемся еще ниже пока нихрена не встречаем здесь могут быть монстры чуть посильнее там 5 6 лавила могут уже встретиться так я понять не могу почему робот у нас не вызывается если честно может это какой-то баг да скорее всего это баг хреновенько конечно ладно попробуем без него пока походить а поп-оп-оп жизнь ох теперь я не знаю если честно как отсюда выбраться без робота это конечно чрезвычайно тупо такой баг словить именно в этом месте ну окей тогда на этом закончим летсплей я думаю в следующем летсплее мы опять пособираем немного ресурсов и построим что-то грандиозное грандиозно новое поймете что это за охеренная игра на самом деле очень веселая с вами был матмед подписывайтесь на мой канал ставьте лайки до новых встреч до новых встреч